Всех приветствую на проходении второй части наших канцелярских товаров. Будем сейчас разбираться дальше, что тут и как нужно строить. Ну то есть я опять повторяю, видос для тех людей, которые в принципе не играли в эту игру, не знакомы с ней вообще от слова совсем и хотят немножко разобраться. Так, что мы будем с вами делать? Как видите, все осталось на прежнем месте, кроме вот этого ящика, но мы к нему еще вернемся. То есть как в прошлой серии я закончил на этом месте, так мы с вами будем продолжать. Хотел бы еще кое-что добавить по поводу первой серии, то что мне не получилось показать, я там рассказал. Но я думаю, что лучше показывать, чем рассказывать. Так что давайте мы сделаем так. Нажимаем покинуть сессию, нажимаем выход, заходим в новый мир. К примеру, вы выбрали Марс, да? Нажимаем дальше и выбираем не изи, как у нас сейчас на Луне, а выбираем просто нормально. Делаем дальше и делаем вот так. Сейчас мы загрузимся и кое-что покажу по поводу изоленты, скафандра и по поводу воды и еды. К примеру, вы решили свое выживание начать именно с Марса, да? Не на легком уровне, а на среднем. Что вам нужно сейчас будет, к примеру, срочно делать? Это строить кибетку для того, чтобы можно было поесть и попить. Вот мы нажимаем униформа, вот у нас вода, бутылка с водой. Мы отправляем, получается, себе в руки. И справа снизу, видите, когда я хожу, у меня 97% воды. Сейчас она будет патать, там 96-95. Здесь вода расходуется и еда очень быстро. Так же самое, как и кислород. И, к примеру, если вам нужно попить, а я нажимаю попить, у меня ничего не получится. Из-за того, что на этом уровне сложности мне нужно зайти в шлем, отпереть шлем, открыть шлем. И теперь только пить, видите, да? Но в такие моменты я могу повредить себе, получается, легкие, и ваш персонаж будет откисать. Вот, мы поели, попили. Так что, если вы начинаете с этого уровня сложности, вам нужно будет, как я в первой серии делал, здесь солнечные панели и сразу строить себе домик. Поняли, да? Что вам просто так поесть и попить не получится. Вам для этого нужно будет зайти. Но здесь на Марсе это еще проще. Но если вы выберете планету где-то минус 500, либо плюс 700 градусов, если вы так откроете шлем и сразу попьете, вы обожжете себе легкие. И плюс вода будет, ну, кипяток. Вам нужно будет температуру либо охлаждать помещение ваше, либо наоборот его согревать. Так что я бы советовал бы начать сначала, как я говорил, с луны. А дальше постепенно уже, когда вы поймете всю механику и сможете быстро это все делать, уже разбираться. Так, едем дальше. Я хотел показать, что будет, к примеру, если вы разобьете шлем и зачем нам вообще нужна изолента. Вот мы отключаемся. И бывает такое, что на планетах есть атмосфера. Опа, видите? Поврежден костюм. Давайте посмотрим на рюкзак. Где наш скафандр? У нас быстро кислород теряется. Что делать? Берем на изоленту, порвать кнопкой мышки, задерживаем. И починили. Так же самое мы чиним с вами шлем. Вот на таких планетах изолента у вас должна быть по-любому в рюкзаке. Потому что бывает такое, что вы начинаете, к примеру, там, копать вниз. Бывает такое, что вы просто вниз вот так копаете, добываете себе материала, руду. И в некоторый момент бывает щелк, и ваш скафандр поврежден. И в этот момент вам нужна будет изолента. Так, еще я говорил по поводу кредитной карточки. Помните, что когда я начинаю на таких уровнях сложности играть, я просто изначально беру и кредитную карточку ложу вот сюда. Из-за чего я так делаю? Если, к примеру, вы там отошли далеко от своей постройки, и, допустим, у вас что-то произошло, вы начинаете откисать. Давайте здесь остановимся. Сейчас наш персонаж откиснет. Ну, погоди, стой. Все-все-все-все, остановись. Сейчас наш персонаж откисает, вы возрождаетесь. И вуаля! У вас нету, видите? Ни рюнзака, ничего нету. У вас просто обычный скафандр. А вы могли откиснуть где-то вон там. И где конкретно находится ваше тело, вы не знаете. И дальше все. На этом крыса ваше прохождение закончено. Вот, конечно, лежит ваше тело. Можно подождать, пока месь он... Как бы так бы помягче сказать. Короче, когда от него ничего не останется, то можно будет подойти, конечно, взять шлем, взять рюнзак и так далее. Но если вы отошли очень далеко, вон за ту горку, да, и вы потерялись ими, знаете, все, вы начнете стартовать вот с этого всего, что у вас есть. А у вас ничего нету. Вы не сможете не добыть себе руду. Вы не сможете себе ничего добыть. Что делать в такие моменты? Если, к примеру, вы понимаете... Вот вы изначально играете этим челиком, да? Вы понимаете, что... А хотя давай лучше. Показывай, а не рассказывай, правильно? Так, выход. Марс. Что делать, к примеру, на начальных этапах, да? Вот у вас все есть. И вы понимаете, что вы откисаете. И вы, к примеру, знаете, как найти дорогу к этому телу. Вы там поставили маячок, либо еще что-нибудь. Просто в эти моменты, когда вы видите, что у вас остается очень мало времени, берете просто все и скидываете на пол. Вот таким вот образом. Таким образом скидываете на пол. Ваш персонаж откисает. Сейчас, опять же, это очень долго и нутно происходит, так что придется немножко подождать. Ну, это прям на крайний случай. Вы возрождаетесь. Так, где наше тело? Ага, вон наше тело. Подходите к нашему телу. И у вас все сохранено. Берете шлем на место. Берете рюкзачок. Берете сапожки. Одеваете. Так, а даме туфельки, пожалуйста. Все. Вы вернули полностью все, что у вас было. Видите, да? То есть, если что, если какой-то там кипиш начался, снимите. Просто снимите, не пожалеете. Потому что потом дальше будет вам придется начинать все заново. А вы могли, к примеру, там построить уже начальную себе кибитку. И начинать заново это все делать. И нет никакого желания. И по поводу таких вот вещей, к примеру, как я здесь, помните, я на луне оставил вот бочку. Там я отсоединил был. Сейчас. Дай мне в руке. Вот я подошел был, тогда я отсоединил баллон с кислородом. И оставил его на улице. Если вы сделаете так на любой планете, кроме луны, то есть на луне вы можете оставлять на земле все, что хотите. Можете просто кинуть вот этот ключик, и все, и он тут и сохранится. Здесь пройдет буря, ваш баллон унесет. Ваш ключ унесет. Ваш маячок, который вы установили. Где наш маячок? Вот наш маячок. Его унесет. На улице ничего не оставляйте. Даже если каким-то чудным образом ваш баллон, да, закрепился где-то здесь, от ветра, ну, ну, тут. Он будет поврежден, и он взорвется. Эта штука унесет. Инструменты тоже будут повреждаться. Ваш, получается, все ваши солнечные панели, все ваши постройки, которые связаны с электроникой, они будут повреждены. Так что запомнили, сразу самое главное, первое правило, что здесь, на улице, и вообще ничего не оставлять. И так же самое, ваш вот этот вот посадочный модуль, он тоже будет повреждаться. Через, я не знаю, какое определенное количество времени, он тоже исчезнет. Из-за бури. Так что запомнили, на полу вообще ничего не оставляем, потому что унесет, не найдете. Все, с этим разобрались, да? Что если вы играете на этом уровне сложности, то попить вас не получится. Показываю еще раз. Не поесть, не попить, пока вы не откроете себе шлем. Вот и нажимаю на шлем, отпереть шлем. Открыть шлем. Кушать, покушал. Закрыть шлем, запереть шлем. Так что, поехали дальше выживать. Вроде, как бы, все. Так, выход. Да, ребят, если, к примеру, вы в этой игре разбираетесь, лучше меня, а я знаю, есть такие. Можете написать мне комментарий, что еще я упустил. Ну, чисто для новичков этой игры. Так что, поехали. Так, мы включаем свет, подходим к ящичку. Единственное, что я сделал, это я налутал, получается, вот, руду. Сделал два шкафчика. Шкафчик у нас находится вот здесь, в автолате. Нажимаешь и пишешь ши-кэ. И тебе сразу выдают шкафчик. Чтобы построить вот такой вот один большой шкафчик, тебе нужно сделать два маленьких. Потому что из одного шкафчика получится один такой маленький сделать. вот, вот эти все вещи у меня так будет и лежать, пока мы все их не разберу. На других планетах оно унесет. Так что, едем дальше. Когда мы с вами изначально построили всю эту постройку, да, вот, вот это вот идет обычный стандарт. Да, еще на Марсе это все будет повреждаться. Кроме печки. Кроме вот этого вот генератора. И кроме БПшника, по-моему. А так, солнечная панель будет повреждаться. Автолад будет повреждаться. Эта штука нет. Модуль, по-моему, тоже будет повреждаться. Ящик унесет. Шкафчик будет повреждаться. Внутри шкафчика будет повреждаться получается ваша руда. Даже руда здесь повреждается. из-за шторма то есть все тоже нужно прятать в доме так что поехали давайте попробуем построить маленькую кипитку да если я что-то не понятно объясняя либо сильно быстро либо как-то хочешь узнать что-то можно писать я попробую снять ну в следующем ролике ответить на твои вопросы так что мы делаем мы здесь установили с вами сколько раз два три четыре пять штучек вот таких вот кубов они нам пригодятся для того чтобы там построить солнечные баталии вот эти батареи до солнечной баталии для того чтобы у нас была энергия для нашей халабуды для нашего домика и чтобы мы могли там спокойно с вами заходить и жить там там железные каркасы так берем еще железные каркасы сюда лес металла тоже нам понадобится новостей к стеклу тоже это же у нас железная стена по-моему нам 30 штучек должно хватит надо на всякий пожарный еще возьмем танк пошли строить нашу халабуду только-только-только-только давайте на 1 сначала мы сделаем вот так нам пода набиться немножко 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 льда и летучее вещество для того чтобы по-быстрому сделать слитки которая нам нужно будет потому что если я буду обычной печки его делать то это будет очень долго и нудно так вот наши летучее вещество все больше нам ой больше нам не надо нажали джей и полетели так где ты тут чуть не заблудился так мы это прячем нам нужно будет еще металла наплавить нужно будет золото и давай наверное 1 где мы закрыта закрыта нам нужно будет металл металл давайте до сюда так раз два три четыре понеслась и 1 2 хорошо всем теперь можно даже не закрывая вот эту вот штуку закидывать металл понеслась до скидок металла понеслось но если вы делаете сплавы какие-то то эта штука должна быть закрыта это дарить рычажок так металл дай мне зои там нажишь ей же да да внизу это все штучек и дай меня так вот давай понеслась и еще так всем хорошо мы берем 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 один металл мы вот сюда кладем все остальное отсюда потому что нам нужно бы часами сделать сразу солнечную панель вот такой вот для нашего домика для нашей кибитки мы могли спокойно туда заходить так солнечная базовая солнечная вот железо золото сколько четыре штуки да сможем сделать да отлично нам про четыре штуки понадобится пошли а здесь можем включить и нам понадобится листами металла и железо лиза металла так 50 штучек пусть сделает так же мы делаем мы берем давайте руки борт это мы тоже чуть-чуть выровняем заберем чтобы она нам глаза не муляла так надо железная каркаса сюда так раз-два идем дальше так где-то не тридцать беды не вижу так вот так думает такую вот небольшую водку мы с вами и построим отлично так вот внутрь еще да нам еще плюс надо будет пассивная вентиляция активная вентиляция надо будет тоже об этом не забывать так здесь у нас будет находиться солнечная панель и здесь наверно у нас давайте будет с вами вход так что берем в руки стены делаем на буковку c один раз колесико на себя нам понадобится вот такая стена так и сверху стена тоже так дальше на буковку c накрутим колесико вперед давайте надо сделаем стеклянная наше здание изначальная кибитку так давай вот вот сюда не крышу наверно тоже будем делать с вами стекленную принципе домик можно сделать и поменьше если только-только начинаешь это да не обязательно его делать таким огромным но и сюда потом хочу еще перенести и свои вещи так ничего не вижу если честно где поставил я не поставил так стены 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 хорошо надо было наверно сначала пол зашить ну ладно достроим строим и будет у нас все как надо вроде не день и пропустили да хорошо давай тогда еще раз возьмем руки бур нужно выровнять вот это вот поверхность чтобы она нам не мешала так все вроде вроде выровняли да отлично закрываем берем в руки лист металла лист металла и берем в руки с вами газовую горелку нужно будет зашивать полностью 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 все до конца чтоб отсюда не выходил наш кислород так пол тоже в дальнейшем можно будет строить из стали тоже наши железные каркасы стены они будут сильнее укреплены и можно будет не переживать примеру что ваши стены разорвут из-за давления да тут тоже из давления так нужно будет учитывать это так и то это вот это прячем все отлично тут мы зашили да теперь берем в руки лист металла и зашиваем здесь нужно будет пройтись по всему вот так вот проверить чтобы мы везде полностью все по зашивали с вами хорошо хорошо здесь еще рано зашивать вверх можем зашить конечно так теперь давай смотреть здесь хорошо есть потом залезем на крышу и проверим точно зашили мы все либо не зашили здесь мы железную стенку да так вот хорошо металла мало как раз вот видите я поставил металл делается он нам и пригодится все пусть пока не слежит она никуда не денется был бы на другой планете пришлось бы это все забирать сразу же куда-то ложить чтобы его не унесло и не уничтожила бури а так на луне можно в принципе не париться чувствовать себя как дома так бей ой не 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 еще рано вастенька новостника разного снега так чем тебя ломиком до плана на здесь еще рано зашивать так вроде все теперь берем в руки стекло хорошо хорошо отлично если стекла будет мало у нас в принципе есть кремний можно будет еще на дело стекла но по идее должно его будет хватить и на солнечной панели наши и на наш домик так все здесь зашили нажимаем джей подымаемся аккуратно чтобы не упасть нет не 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 упасть аккуратно надо так все и идем и зашиваем и смотрим полностью чтобы везде все было зашито чтобы мы день ничего не пропустили так до сюда до сюда так и 4 штучки дальше осталось все отлично и у нас даже стекла теперь хватит проходим все так полностью по всей поверхности все да у нас даже теперь стекла хватит построить солнечные панели не нужно было делать да если к примеру вы находитесь на другой планете ваши солнечные панели вот здесь вы поставить не сможете не вы сможете конечно до первого шторма они потом буду разрушаться так что вам придется вам придется делать вот такую стеклянную кипитку и вот здесь ставить солнечные панели это конечно не выгодно на начальном этапе но по-другому никак дальше конечно будет продвинутой солнечные панели которые будут крутиться за солнцем вот так в сторону они ни разу уже не разрушается ну пока миссии вы строитесь вам в любом случае придется использовать вот такие вот бичевые так что давайте их заберем четыре штучки мы здесь выключаем так мне нужно будет активная пассивная вентиляция ладно к этому мы еще вернемся так все забрали теперь берем солнечную панель нам буковку с крутим и устанавливаем так 12 так дай красиво дай красиво сделать красиво не пошло ну ладно будет так 34 все дальше что нам нужно сделать нам нужно взять в руки закончить закончить пойти сюда к нашему остаточному модулю и смотреть что нам нужно будет собой взять во первых нам понадобится вот активная вентиляция две штуки набор консоль и бпшник нам пока не нужен маркировщик понадобится набор дверь нужно труба нужно и пассивка нам тоже нужно так что мы делаем нас сразу вот возвращаемся сюда так стены железо пока месяц нам не нужно мы уберем стекло нам понадобится мы берем с вами железную роту помещаем и смотрим нужна пассивка и активка так вентиляция активная вентиляция железо золото медь а это у нас просто железо хорошо железо золото медь если у нас осталось здесь железо золото медь вроде еще осталось хорошо а плохо закрываем не забываем так хватает либо не хватает так активно вентиляция вентиляция да одна штучка нам нужна и пассивки нам 2 нужно будет вентиляция пассивная вентиляция две штуки она железо не хватает но мы как раз с вами его переплавляли да или не железо в рарью ладно так раз-два закрыли а нас возможно куда-то железо улетела ну ладно у нас тут в принципе его пока мисс хватает будет все потом гораздо проще когда мы сможем с вами построить себе deep майнер чтобы добывать все это добро вот эти зайчик прятался да от меня хорошо давай железо давай мне пассивку две штуки 1 и 2 отлично теперь что нам нужно берем в руки в руки в руки в руки берем сначала с вами батарейку надо будет зашить потом ставим ее где-то отсюда наверно батарейку так для тебя чтобы те собрать что тебе нужно листали дают две штучки по-моему те нужно стали у нас с вами есть сейчас мы сделаем с вами листалим так по поводу батарейки она находится по моему у нас вот набор батарея это то что я сейчас буду собирать она находится у нас в этом в принтере электроники так не нужно стали нас где-то тут слиток стали вроде был слиток стали да вот нет это не то если так стали так помещаем сюда выбираем и две штуки листали нам нужно будет взять так раз и два шикарно так аккуратно для чего мы устанавливаем сначала батарейку ну то чтобы она за сейчас заряжалась у нас низкий заряд хорошо он успевалось заряжаться так газовая горелка газовая горелка здесь нам можно закрыть горелка шикарно и вроде отвергода да все отсюда от провода будет у нас заряжаться а отсюда будет отдавать энергию так что мы берем в руки кусачки берем руки провод как мы делаем делаем вот так вот потом выводим провод вот на вот так сюда нужно будет потом еще провод сюда вот вывести нам пригодится чтобы подключать другие наши аппараты так установили сюда повели здесь нам понадобится вот такой тройничок тройничок всегда хорошо да так и сюда да сюда понеслась здесь нам тоже тройничок понадобится в отличном праву налево прямо и понеслась все батарейка она заряжается да солнце села но почти заряжается хорошо отлично теперь что нам нужно что нам нужно здесь же все закрыто правильно берем в руки дверь она у вас будет нажимаем один раз буковку c и смотрим что будет этот плюс мини плюс минус смотрел на вас подходим сюда буковка c плюс минус на вас закрыли давайте наверно мы тут зачем возьмем руки металл зачем шумом с вами не подали потому что как-то вообще не камильфа теперь красиво идем сюда так что нам еще понадобится она понадобится по моему пластик стекло по моему еще пластик понадобится чтобы сделать нам эту дверку не провода уже пусть у нас с вами будут недалеко где-то вот тут пусть лежат так что нам нужно нам нужно взять в руки в руки базовую горелку да если не ошибаюсь только где она ребятушки кто-то и выложил или уже про и и про 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 и наша газовая горелка вот и я запряталась за так я шичек пустой можно закрывать полетели козовая горелка 1 лист пластика но так давай сюда берем в руки ломик или стекла если ошибаюсь до ломик листикла и открываем листикла и открываем примеру если у вас закончилась энергия но вам нужно открыть дверку подходите ломиком открыли и закрыли и шикарным так что нам нужно нам теперь нужна такая штука под названием маркировщик потом нужен будет шлюз и нужен будет датчик а мне тоже все не вылазит хорошо металл понадобится да давайте сделаем вот так так берем маркировщик пока мисси его выбираем нам нужна активная вентиляция 1 у нас будет находиться наверное где-то на таком расстоянии раз это у нас будет находиться вот на таком расстоянии так я неправильно поставил тебя меня таки извиняюсь но мне нужно чтобы они все правильно что большая труба смотрела вверх до все правильно все шикарно теперь берем в руки трубу нажимаем на c и колесико вниз мне нужно чтобы она смотрела вот такую вот таким образом либо в эту сторону ну либо в эту сторону решайте вам как будет удобно так и так же самое здесь мне нужно будет сделать трубу вот таким вот образом так что дальше нажимаем на джей подлетаем берем руку пассивку кладем пассивку блин приземляемся здесь берем руку пассивку заходим не с этой стороны чтобы вас пассивка было чтоб смотрела в эту сторону чтоб отсюда воздух заходил и выходил так дальше мне нужен будет вот такой вот набор консоль ставим ее ставим ее ставим ее наверно будешь до мешать мне засовывать сюда чип они датчик не будет мешать это нормально ставим сюда датчик управления шлюзом берем в руки стекло которое я оставил да она здесь пластик 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 не помню ну давай принесем его поближе и переберем в руки стекло закрываем отлично и убираем стекло она нам пока мы не нужным так берем набор датчик нажимаем правой кнопкой мыши и крутим колесиком нам нужен газовый датчик ставим его вот таким вот образом хорошо теперь нам нужен провод нам нужна кусачка и соединяем это все делаем раз но вам берем отсюда идем вниз так кладем отлично соединяем 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 вот таким вот образом так хорошо 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 если вы соедините вот таким все образом да вот таким все образом вы соедините вот еще нужно будет все получится принципе все готово мне нужно это мне нужно что будет зарядить быстро батарейку как бы это такое сделать шурику давайте попробуем знаете что сделать мы давай наверно тебя перенесем мы тебя разберем перенесем потом поставим на место мне нужно по-быстрому тебя зарядить так как по-быстрому тебя зарядить у нас получится только вот тут так берем руки провод кусачка нужно будет вывести как-то вот так взять уголь и быстро зарядить батареи чтобы мы не с вами не ждали у нас есть уголь да есть хорошим нашли заряжать а потом уже солнечная панели будут с вами справляться так хорошо и включаем а перегорела напряжение сильно большое ладно потом поменяем бывает такое что у вас будет перегореть до все провода перегорели из-за большого напряжения ладно ничего страшного мы потом это все исправим тоже не хочет ничего не так ладно ладно тогда убираем тебя отсюда ты нам тут такой не нужен который ломает придется ждать туда а комиссия на сама зарядиться если по нас были сейчас бы с вами усиленная провода вот такой вот чертовщины не получилось бы на реальность не хочу тратить из-за это на это все иметь но все по идее заработала заработала консоль к у нас работает до работает да то мы еще не подключили что мы еще не подключили так вентиляция есть вентиляция 2 датчик датчик датчика мы датчик не подключили да с вами сейчас исправим это дело нам нужно чтобы еще и датчик работал вот появился датчик отлично что нам теперь понадобится нам понадобится вот такой вот маркировщик нажимаем правкой правой кнопкой мыши нажимаем пишем 1 подтвердить нажимаем пишем 1 подтвердить 2 дверь 2 ну газовый датчик воды в африке газовый датчик так что теперь нам с вами понадобится все же подключено правильно правильно теперь заходим вот сюда и если еще все правильно сделаю у нас должно заработать по моему активно вентиляция 1 стеклянная дверь 1 потом активно винить целяция 2 стеклянная дверь 2 и а за вы датчик и по идее мы сейчас теперь когда это все сделали нажимаем на желтую открывается дверка нажимаем на зелененькую открывается дверка но чтобы проверить что все правильно давай мы зайдем сюда скинем немножко углекислого газа у нас вроде он должен был накопиться до 800 есть открываем и дай сюда 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 пояс вот 9 он должен был час растаять должен будет растаять там дверка закрывается нам понадобится сейчас еще планшет понадобится лед этот так что давай закроем закроем ой шахтера пока не нужен пока не нужен а те отчет откуда выходит а я понял чем проблема что не так ребят я понял мы с вами не зашили вот тут вот чтобы она срабатывала нормально понял 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 все разобрались до активная вентиляция труба пассивная вентиляция активная вентиляция труба пассивная вентиляция смотрит у нас внутри консоль вставляем сюда диск сначала идет вентиляция 121 потом вентиляция 2 дверь 2 и азовый датчик вытаскиваете и у аля сейчас мы должны будем с вами куша проверить часа наберу себе льда нужно будет лед себе набрать чтобы проверить как работает наша дверка потому что чудо 30 трошки тупанул наверно шикарно так как у нас с вами появилась халабутка давайте надо перенесем туда с вами кислородный баллон нам раз немножечко поможет можно 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 пройти спасибо пожалуйста так берем кислородный баллон не видим что у нас перед собой заходим вот сюда на кишечку ставим заходим закрываем дверки открываем дверки заносим баллон а они заносим потому что у нас батарея ссылка берем для этого нас ломик ломик мы тоже не можем потому что у нас идет уже от этой штуки до солнечная панелька зарядись пожалуйста ну зарядись давай зайчик заряжайся блин это мне придется сейчас снять эту штуку хорошо так лишь железо придется пройти ну по-другому тут просто никак не снять его заработала так ставим сюда баллон ставим назад стеночку зашиваем ее по шурику все зашили зашили можно открыть пожалуйста спасибо так что я хотел проверить я хотел проверить у нас по поводу правильно ли мы все сделали но для этого мне нужно бы час вернуться вот к этой штуки и сделать себе одну микросхемку так она нас называется по моему по моему по моему если ошибаюсь она анализатор атмосферы вот мне нужна будет одна штука такого анализатор атмосферы выключаем берем заходим внутрь зажимаем берем в руки планшет нажимаем на планшет навигатор пока выбираем вставляем сюда анализатор атмосферы заходим скидываем сюда из рюкзач где наш рюкзак вот наш рюкзак делаем вот так вот и смотрим да пошло давление ребятушки давление пошло и низкий заряд я понял давай свет пока выключим пошло давление вот у нас кислород и всякие примеси начались так давай пока уберем и смотрим во давление начало расти это шикарно то есть мы сможем с вами уже в этой кибит очки вот если я нажму на шлем открыть шлем видите с правой стороны снизу у меня шлем открывается может еще раз посмотреть справа снизу на персонажа шлем открытый все я теперь могу дышать вот в нашем новом домике если мы были к примеру на другой планете где за окном было к примеру там минус 50 либо плюс то есть минус 500 либо плюс 700 нам нужно было помещение либо охладить либо нужно было в помещении сделать это к его либо нагреть как можно было бы это все по-быстрому сделать можно было поставить конечно есть эти как его вентилятор вентиляторы которые нагревают воздух либо охлаждают но чтобы к примеру не ждать от этого вот всего можно делать в комнате полный вакуум вот смотри у нас сейчас с вами здесь находится сколько здесь 129 моль до кислорода если не ошибаюсь просто берешь ставишь активную вентиляцию вот сюда куда-то включаешь ее у тебя получается здесь полный вакуум полный 0 ну то есть добиваешься полного вакуума и у тебя будет как раз температура так вакууме мне непонятно объяснял чувствую непонятно объяснял ну допустим смотри я здесь не могу включить хорошо давай допустим 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 мы даже не знаю как объяснить вот вы поставили активную вентиляцию она должна смотреть у вас на улицу да у вас в помещении сейчас к примеру там температура 11 8 а температура мне растет прикольно надо шлем закрыть и запереть вот поставили вы сюда в такой халабутки активную вентиляцию включаете ее ее можно здесь поставить и она полностью высасывает отсюда все от кислорода до всяких примесей и вас получается полный вакуум и вас температура остывания ну то есть остыла а потом вы уже когда примеру сделали полный вакуум себе вы тогда уже приносите сюда лед либо кислородный баллон открываете и делаете себе здесь комфортную стандартную температуру если будет непонятно чем я просто напишите в следующий раз к примеру если будет серия то покажу просто чтоб тут не затягивать ну либо давай сделаем по-другому сделаем по-другому сейчас пойдем сделаем себя активную вентиляцию нажишь труба вроде еще осталось правильно труба есть мне нужна активка и пассивка но для этого мне нужно во первых поменять батарейку что-то фиксики внутри кипишует без батарейки включить свет не там свет открыть открыть так до сюда до сюда до сюда до сюда а а я папа ты выпадаешь у нас так активная вентиляция одна штука на сюда в принципе нам нам еще пригодится так что пусть будет и пассивка тоже нам принципе пригодится будет так пошли переца показывай арчи они рассказы правильное понимаем заходим как и ждал она набирается она придется подождать пока мисс она откроется давай 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 когда будет полная скала у вас здесь зелененьким светится она быстрее все будет происходить пока как-то так так берем активку ставим ее вот сюда берем пассивку мы ставим в другой стороне так шпоник не нужно выйти нужно выйти ставим пассивку сюда долго-долго это происходит и не упали почему это у нас начинает работать а у нас тут заполняется а и так и не должно быть так не нужно быть так берем провод берем провод где наш провод 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 вот тут по моему у нас провод провод 1 штука да шаш такой шаш нам так сегодня не везет так делаем так блинам все равно не хватит ребят все равно не хватит нужно еще провода нужен еще провод так идем сюда идем сюда работает не работает почему что не так падла бесишь меня ладно давай тебя увидим в эту сторону внешне сложно раз ты такой у нас вредный тогда берем в руки дрель выходим на уличку так нам нужны вот эти вот штуки раз-два раз-два все лишнее сейчас мы откусим заходим так зашли так работает давайте пересмотреть допустим у нас внутри сейчас 4 градуса до температуры 469 вот и вижу допустим у нас тут не знаю 500 градусов тепла если не ошибаюсь включаем вот так вот да включаем же красная у нас было здесь здесь зеленая когда здесь красная она у нас высасывает его и смотрим сейчас когда полностью все отсюда выйдет да это конечно процесс не быстрее чем больше у вас комната тем быстрее она будет происходить видите да выходит потихонечку она сейчас на данный момент 483 температура мы представим что у нас здесь 500 градусов тепла внутри сейчас когда полностью все отсюда уйдет этот процесс не быстрый и опять повторюсь у нас с вами еще чуть-чуть но с вами должно все получиться так 050505 давай 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 он нашим еще самка этого аккумулятора хватило долго долго но вырезать этот момент не буду будем ждать так они до конечной как раз температура к у нас тут растет хорошо хорошо отлично и давай чуть-чуть осталось вообще чуть-чуть его исчезает насколько нитратов много так давление падает ну что другие не дышим на скафандр закрыт это так что нормально ты работаешь работаешь ну надо ждать надо ждать пока полностью он пойдет давление пока полностью все отсюда выйдет ого хорошо давление 002 409 017 радусов у нас 496 давай 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 полный вакуум нужно здесь все теперь у нас здесь полный вакуум и температура у вас упадет на планете там надо там где есть атмосфера до полного 0 то есть здесь вы спокойно теперь можете жить и ходить у вас будет примеру за окошком там плюс плюс минус 700 градусов а внутри будут комфортные комфортные температуры потом мы так же самое берете просто но мы выключим выключим тебя сказал выключим потом вы берете либо газовый баллон здесь открываете либо опять добываете лед бросаете сюда и у вас здесь получит появляется атмосфера и кислород и все то что вам нужно так что я думаю с этим разобрались как построить здесь баску изначально